Итак, доброго времени суток, уважаемый любитель шахмат. С вами ночной дуэт в привычном составе. И сегодня у нас, наверное, даже не новая рубрика, а такая вот интересная шахматная тема. Да и не только, наверное, шахматная, как психология спортсмена. Да, ну, в общем-то, ночного дуэта была лень... Точнее, одной части ночного дуэта было лень записывать просто очередной выпуск Блица. Поэтому мы подумали, на какую тему можно было бы... Какую околошахматную тему можно было бы обсудить в таком формате. И Кирилл предложил такую достаточно важную тему, как психология в шахматах. Я поддержал. И мы, ну, в качестве, скажем так, вступления подобрали вот эту вот позицию, которую вы сейчас видите на экранах. Я думаю, что в определенных кругах позиция достаточно знаменитая. Ну, Кирилл, может быть, ты расскажешь предысторию, почему выбрали именно эту позицию, а я уже расскажу о шахматных. В нюансах, вот. Да, ну, отталкиваясь из, наверное, личного опыта, все-таки есть такие нюансы, когда ты, будучи спортсменом в какой-то определенной области, не можешь обыграть того или иного соперника. То есть, ну, дело доходит до смешного, но, скажем, самый, наверное, легкий пример – это Мария Шарапова и Сирена Уильямс. Да, это известная история. Да, все прекрасно знают, что Маша в первом же матче, будучи еще 16-17-летней, победила Сирену, и потом скрутилась, и вот, скрутилась, кстати, совсем недавно, там, что-то уже счет там уже за десятку зашел, там уже чуть ли там не под 15, под 15 подряд. И дело-то в том, что смотришь вот за всей этой ситуацией, дорогие дамы и господа, и понимаешь, что Сирену выигрывают обычные теннисистки, у которых гораздо слабее удары, там, ну, в общем, технически они осуществлены гораздо слабее, чем наша Маша, будем ее так называть. Ну и, собственно, мы подумали, какую же историю найти шахматную в этом плане, в вопросе психологии. Ну и, собственно, бросился нам в глаза знаменитый американский гроссмейстер Хикару Накамура, любитель играть по минутке на ческоме, выносить всех с ужасным счетом, и вот не побеждал он еще Магнесона Карлсона, и вот такая вот позиция с огромным перевесом у Хикару, который, к сожалению, он не смог выиграть, но об этой позиции, наверное, лучше расскажет международный мастер, чем я. Да, но я еще скажу пару слов, собственно, о самом противостоянии. Карлсона и Накамуры. Бибрик Накамура, несмотря на то, что действительно для многих шахматистов он известен, теперь вообще по своим успехам в Блице и, самое главное, в Пуле и в интернете, на самом деле это очень сильный гроссмейстер. Он сейчас входит в топ-5 в мире, именно пятый номер. Долго, ну какое-то время в этом году он был, в прошлом году, чуть прощения, был номером два. Более того, у него положительный счет практически со всей элитой, если вообще не со всей, кроме Магнуса. Ну и он является не главным, но одним из главных претендентов на победу в предстоящем турнире претендентов, который мы будем, кстати, очень серьезно освещать. Я сделаю все для этого. Турнир важный, и у меня есть в нем даже, скажем так, личные интересы. Ну вот. И Накамура, как я уже сказал, со всеми шахматистами играет неплохо, но с Карлосом проблемы просто катастрофические. На данный момент, на начало 2016 года, счет в их личных встречах, без учета ничьих, 12-0. То есть Накамура сделал с Карлосом приличное количество ничьих, но если брать только результативные банки, то 12-0. Разница в рейтинге между шахматистами всего лишь примерно 50 пунктов. То есть, в принципе, математически ничего такого результата не предвещает. Как я уже сказал, Накамура сильный шахматист. Магнус, разумеется, тоже сильный шахматист. То есть счет должен быть... Он вообще-то чемпион мира. Ну, это не отменяет того, что он сильный шахматист, ты не находишь? Ну, вообще-то есть определенная логика. Да. Ну так вот. И тем не менее, борьба в этом предростоянии идет в одну калитру. То есть, очевидно, есть какие-то психологические причины. Я лично не до конца говорил, в чем не заключается. Видимо, у Херрилла есть более устоявшиеся мнения по этому вопросу. Нет, ну скажем так, что все-таки учусь я на факультете физической культуры и спорта. И этот вопрос о психологии спорта затрагивается достаточно серьезно. То есть на протяжении, наверное, 4-5 семестров. И на этом фоне я могу быть каким-то советчиком в этом плане. Может быть. Ну, я, кстати, учусь на экономиста, поэтому послушаю, что Херрилла имеет по этому поводу. А пока скажу, что наиболее ярким примером неудачи, неудачи на Камуру является та партия, та позиция, которую вы сейчас видите на своих экранах. Сыгранная партия была в Цюрихе, в известном супертурнире, в начале 2014 года. На тот момент, конечно, счет не был 12-0, но он уже был очень приличный, что-то вроде 9-0. И, наконец-то, казалось, что на Камуру есть реальные шансы, не то, что сделать ничью, а все-таки победить. Потому что Карлсон выбрал слегка левый вариант защиты Немцовича, на Камуру умело наращивал давление. И вот к 34-му ходу, то есть до 6 ходов до контроля, создалась примерно вот такая позиция. Не примерно точно вот эта позиция. И замечу, что времени у американского шмотиста было предостаточно. То есть все, что от него требовалось, это дожать. И я вкратце покажу, какая здесь была самая простая добивающая идея. Во-первых, если присмотреться к позиции, то мы видим, что на доске материальное равенство. Однако, причем оба короля слабые. Однако, все белые фигуры расположены лучше, у них защищенная проходная. Что важнее, они в этой позиции уже нападают на мат Наш-7. То есть черный ферзь привязан к полю Ж-6. Ладья привязаны к полю Е-7. А конь тоже не может отойти. То есть на конь Д-6 просто взять и навесить Наш-7. То есть черный практически в цукцванге. У них ходит, по сути, только пешка Б. Тем не менее, в целом ходов пешки Б пока достаточно. И белым нужно найти одно... Совершить одно последнее усилие. Наиболее простым выигрышем здесь был ход Ферзи в-2. Важно отойти именно на линию Ф. Сейчас достанет понятно почему. Но брать на Ж-5, наверное, нельзя? Да, брать на Ж-5 нельзя, хотя по причине конь А-6. И это форсированный мат. Ну и Ферзи в-80 все понятно. Поэтому... Да, то есть Ферзи должен стоять, потому что он защищает мало того, что пешку на А-7, еще и пешку на Ф-7. Конь опять же должен стоять, потому что на конь Д-6 здесь есть Ладья А-6 с победой. На конь Е-4, Ладья же... То есть вообще не так. Просто лишний Ферзи, а на конь Е-4... Ладья же А-6 и вот это мат. Ну то есть все эти варианты для, в самом понимаете, для шкоматиста с рейтингом почти 2-800 не представляет никакого труда. Ну и единственная ключевая идея, которую, видимо... Я думаю, что ее на Кабура я не видел, но не видел он ее не потому, что он слабо схватиться или не может посчитать варианты, а потому что, скорее всего, против него и Калл Карлсон на него что-то давило. А что уже расскажет Кирилл. Ну вот, а ключевой вариант в Б-6. Ну и, скорее всего, то, что не видел Хикару от Ладья А-7. Потому что теперь на К-7 следует Ферзь А-2 и мат на А-8. Очень, ну кажется, ну просто комбинация, я вот уверен, я бы, я бы, я бы уверен, я это в Б-6 поднял бы. Комбинация, нет. Комбинация очень простая, ты, комбинацию ты поднял бы в Б-6, а вот Хикару от Ладья А-2. Ну, имеется в виду, я видел вот эту идею с жертвой нашей, но не с жертвой, а вот с этим ударом нашей семь я видел, ну это видно. Ну да, скажем так, классику ты, скорее всего, поднял бы, это в Б-6 я сомневаюсь, но идея не самая, не самая сложная, действительно. Ферзь А-7, да, и К-6 это конец. То есть на К-7 просто Ферзь А-7 и позиция чего-нибудь разваливается, теряется, ну и мат, на самом деле, не то, что позиция разваливается, просто мат. Ну и комбинация давал в этой позиции возле хода Ферзь А-2 оценку плюс 13 и рекомендовал вот такую вот сдачу, сдачу посуды. Ну то есть просто Ферзь А-2 и много-много проходных пешек. Ну то есть на К-7 первый раз не нашел выиграющую идею, сыграл Ферзь А-4 и создалась угроза Ладя А-6. Думал, Ферзя давать нельзя, Магнус отскочил на Б-6. Ну это небольшие проблемки, что Ладя не ходит. Да, уже прилипло. Да, Б-2. Тем не менее, на К-7 играть, ну здесь был выигрыш Ж-6, я даже не буду показывать в чем смысл. Суть в том, что в каждый момент времени было много способов выиграть партию, играл Ферзь А-3. Напал на А-7, ход Ферзь А-6 единственный. В принципе, ничего не изменилось, даже позиция стала лучше, защитил на А-3. И можно обойти Ферзь А-3 с той же идеей нанести на А-7. То есть опять же, позиция не изменилась, белый легко выигрывает. Ну тут Накамура уже понял, что... В этом он уже сломался. Он понял, что ему сегодня просто выиграть не дадут. Ладя в 7 он не нашел. Психанул. И нервничал, пошел в Д-6. То есть я понимаю, что он зевнул. Он решил, что пешку такую грозит конь Е-7, грозит Д-7. Чёрные не могут терпеть пешку. Он решил, что это победа. Ну или какие-то большие шансы, например. Это всё-таки лишний конь. Брать на Д-6 нельзя и заматывать. Ну тут Ладя в 8, я же на белых король слабый. Да. То есть вроде бы ферзь на G6, вроде бы белые почти уже нанесли решающий удар. Но сейчас начнутся шахи. И дело в том, что король не может... Будь у белых ещё одна какая-то пешка для защиты короля, всё было бы кончено. Но вот с королём на 1 у них сразу позиция ухудшается. Так, а конь не в 5, я вот только сейчас обратил внимание. Ферзь же не подключается там. Почему не подключается? А как подключается? Ну а как? Ну шах на B2. На B2 тогда ферзь Б6. А, ферзь Б6, на А2. А, на А2, да-да-да-да, всё. На ферзь Е6. Да, подключается всё. Здесь вот неожиданно. Казалось бы ферзь в полном пассиве, а всё-таки он выходит. Ну и тут Накамора уже не мог ничего сделать. То есть уже белый... Белый был способ выиграть, но он уже очень сложный. Наверное, он взял ход конь С8, практически неподъёмный. Видишь, разница в том, что здесь после шаха ферзь держит поле Е6. Да, да-да-да. И заодно грозит матной Е7. Но чёрные могут забрать пешку, у них много пешек за фигуру. Вот такой вот вариант. Чёрные должны менять ферзей. Ну и вот согласно комментариям польского гроссмейстера Михаила Красенкова, в этой позиции белые сохраняли шанс на победу, но это действительно так. Может быть, это выигранная позиция на самом деле. Но это ещё доказывать нужно. Гораздо было всё легче. Скорее всего, скорее всего, я сейчас смотрю и понимаю, что, мне кажется, это Красенков под впечатлением результата партии. Мне кажется, что это легко выигранная позиция. Но, да. В общем, Накамора уже поплыл, сыграл в том С4. После ферзей 4 оказалось, что ферзь-то может защищать пешку H7 с любого поля, а не только с G6. Ну, с любого поля по этой диагонали. Но это сарковый ход, и здесь уже Накамора был в цитноте, и здесь он уже не выигрывает никак. Последним шансом не проиграть было конь Е3. Ладья не подключается, потому что здесь мат. Ну, матовая атака. Поэтому ладья пока оставалась приморожена к месту. И, ну, видимо, позиция неясная. Ну, сыграл ферзь H5. Теперь хода ферзь C8 в атаках нет. Постадовал ладья D3. И тут уже объективно у чёрных выигранная позиция, и Магнус не выпустил. Я в быстром темпе покажу, чем закончилась партия. Видите, пешки стали накатываться. У белых нет. Только что у белых была подавляющая атака на короля. А тут не осталось даже намёка на неё. Ну, и здесь вот таким вот образом Магнус варьировал сразу. Забирая все пешки, он оставался забавно с шестью пешками за коня. Но всё-таки у норвежского чемпиона мира другой стиль. Он предпочёл сыграть попроще. Но этого тоже оказалось достаточно для победы. Сами видите, что происходит. И через несколько ходов Хикаро признал себя побеждённым. Ну, да. Теперь осталось. Конечно, после этого никакого нормального продолжения турнира ещё не шло. Он проиграл ещё две партии, в том числе Ливону Ароняну. Да, кстати, и вот эти моменты, то есть любители... Вот я даже сейчас помню эту партию, это 14-й год. После этого момента кто-то мне посоветовал «Ставь против». То есть есть же букмекерские конторы. И вот после этой партии мне сказали «Ставь против». Против Накамура. Кстати, я тогда поставил, и, ну, насколько вы знаете, в супертурнирах коэффициенты на победу какого-либо гроссмейстера, ну, достаточно высоки. То есть могут достигать район 7-8 и так далее, особенно если играют чёрным цветом. Вот. И, собственно, вот шахматная психология. То есть вот этим можно даже деньги зарабатывать. К примеру, вот таким способом. То есть если вы хорошо понимаете, что происходит с тем или иным спортсменом, вы можете, собственно, воспользоваться этим. Ну, я не знаю, как это ещё надо. Насчёт зарабатывания денег я скажу, что это всё-таки был довольно экстремальный случай. То есть психологические удары бывают, но это был совсем уж мощный. Таких примеров мало. Да нет, почему? Не мало. На самом деле, если сейчас вот так подзадуматься, наверное, я смогу назвать ещё парочку буквально до конца этого ролика. Но нет, я не буду тебя заставлять называть, потому что это непросто. Давай же обсудим, собственно, то, зачем мы здесь собрались. Да, 13 минут вступления. Даже 14 к этой теме. Ну и, собственно, давай, Никита, вернём вот эту позицию. Я не буду сильно зацикливаться на этой позиции. Ну да, ну просто пока... У меня был шаг на психологии. Да, ну вот что можно сказать по этому поводу. Как это лечить? Давай вот такой вопрос зададим. Во-первых, от чего все беды и как это лечить? Знаешь, что вот в простонародье есть такое выражение, что все болезни от нервов. Ты с этим согласен? Я слышал много бороться от такого выражения. Так что все болезни от позвоночника. Да? Я согласен, что плохое самочувствие от нервов. Ну, имеется... Ну, ты меня понял. То есть вот... Да. Ты согласен в целом с этим? В целом, да. То есть вот... Как вот тебе объяснить? Как бы... Если ты имеешь настолько принципиального соперника, ты... Ох, ничего себе. Ты, собственно, не можешь себя на него настроить так, как ты настраиваешь себя на других шахматистов или в целых спортсменов примерно того же уровня. То есть, понимаешь, этот вопрос может подниматься не только в личных видах спорта, типа шахмат. Ну, то есть шахматы в основном, наверное, это все-таки личный вид спорта. То есть, ну, есть командные выступления, это понятно, но все-таки в основном это, наверное, личный вид спорта. Это все то же самое работает с командой. Поэтому, как бы, профессиональные люди и профессиональные команды нанимают специальных специалистов, которые действительно этому помогают. Никит не так давно я писал курсовую на эту тему. Помнишь, ты еще возмущался? Да, ты пишешь курсовую. Ты еще возмущался насчет цитата Карлсона и того, как он заветовал готовиться к турниру. Я могу процитировать Магнуса. Собственно, человек произнес речь насчет того, что ему помогает выигрывать, как минимум, то есть своим победам он благодарен не только себе самому, а команде профессионалов. То есть люди, тренера, помощники тренеров, массажисты, личный психолог также у Магнуса имеется. И, собственно, все в этом роде. Так, собственно... Хорошо, вот тебе вопрос. Ну? Дело в том, что мы сейчас уходим в причины того, почему это все происходит. А причины, мне кажется, и так большинству понятны. Ну, какие? И так же понятно, что помощь специалистов, как и в большинстве вообще, дело, она поможет. Конечно, поможет. А, но беда в том, что большинство шахматистов не могут пользоваться, ну, не просто не сурсурой, а не возможностей, чтобы пользоваться огромным штатом специалистов, массажистов, психологов. Нет, ну, я считаю, что Хикаро... И хоть положим, у кого-то есть такой неудобный соперник. Ну, я не думаю, что там есть серьезный смысл обсуждать именно Хикаро настолько плотно. Но ситуации, которые у Накамуры с Харлсоном, они встречаются на более низких уровнях, скажем так, довольно часто. Вот мы тоже, у шахматиста А с рейтингом 2.300, есть неудобный соперник, шахматист Б, с рейтингом 2.250. То есть разница рейтинга, говорит, шахматист А должен выигрывать чуть-чуть чаще, чем шахматист Б. Ну, она это сделать не может. Но не шахматист А все время проигрывает вообще. Что ему делать? Он не может нанять специалиста. Он может обратиться пару раз. Что ты посоветуешь? Ну, вот такой на самом деле. Ну, не то что... Ну, рядовой случай ты сейчас перечислил. На самом деле, я считаю, что исходить нужно от того, какие способы восстановления твоей психологии у тебя имеются на данный момент. То есть, например, некоторые люди обходятся... Давайте более конкретно сделаем эту ситуацию. Вот у них такая ситуация, один проигрывает другому, и они играют в опене в Швейцарке. Ну? Какой-нибудь пятый тур, оба идут неплохо, и тут шахматист А видит в интернете, что по жеребевке ему выпало играть с шахматистом Б. И, понимаете, он жутко расстраивается. Как ему нормально подойти к партии? Ты же понимаешь, что есть много способов, но не стоит забывать, что каждый спортсмен – это все же личность. И к каждому нужен свой индивидуальный подход. Тут нет такого вопроса. Это наиболее часто встречающийся. Наиболее часто встречающийся. Вот это уже другой вопрос. Нет ловиться, не готовиться, пить, не пить, гулять. Да, методов очень много, на самом деле, дорогие дамы и господа. Ты скажи, какие хорошие, какие плохие. Хорошо. Самый простой, наверное, такой банальный способ – это, собственно, выйти как на последний бой. То есть, ты же понимаешь, например, что у каждого человека, наверное, есть какое-то свое понятие о личности. То есть, вот, не знаю, я вот всегда себя заставляю, когда что-то мне нужно, я выхожу прям вот, ну, как на последний бой. То есть, нужно забыть о проблемах, которые у тебя есть, и, собственно, вот выйти, выйти на эту партию, не знаю, на эту игру, на этот матч. Вот просто как на последний бой. То есть, ты прям себе вот, ну, ты должен себе внушать, что если сейчас ты скрутишься, то больше ты вообще никогда в жизни его не выиграешь. Потому что, допустим, у тебя возможности не представь. Да все, что угодно может случиться. То есть, это как минимум. Теперь вопрос, каким способом этого добиться. На самом деле, очень сильно помогает музыка. Нет, серьезно, я сколько раз убеждал себя, вот у меня есть своя песня. То есть, вот, я реально ее слушаю, когда реально тяжело. И она реально помогает. Да, у каждому, на самом деле, каждому шахматисту, там, и даже спортсмену, неважно, можно пойти, ну, найти свой подход. Например, вот примером, вот частный пример, интересный. Из спортивного плавания. У меня есть знакомый друг. Вот он, вот, у него такая проблема, вот, он очень сильный. То есть, ну, он сильный только на одном, в одном бассейне. Я не знаю почему. Реально, вот. То есть, идут какие-то соревнования, там, внутри города. Вот он просто всех вносит, как, ну, там, там даже, там даже не миллисекунды. Там уже в секундах отчисляются. То есть, насколько он сильнее. Куда-то стоит только отъехать, все, привет. Просто сразу уничтожение, и все. Просто, он говорит, я не могу плыть, и все. А в городе есть, похоже, шахматист. Я ему, может быть, даже посоветую то, что ты сейчас посоветовал своему знакомому. Нет, на самом деле, я ему ничего не заветовал. Просто он мне рассказал, как он, как он справлялся с этой ситуацией. Он говорит, я просто жевал жвачку во время плавания. То есть, вот, у него просто сложилась, нет, у него просто сложилась такая традиция, что, когда он плывет в этом бассейне, в котором он всех выносит, он всегда жует жвачку. Не, погоди, он в смысле жует жвачку, когда плывет. Ну, естественно, просто он имеется в виду, что она у него во рту находится. То есть, вот такая физиология у человека, он может. Дело в том, что у него как-то успокаивающее это действие. Ну, да, и дело в том, что вот он просто, ну, как он вышел из этой ситуации. Например, ну, просто взял жвачку на очередные соревнования. Да, ваш локальный, сэр Алекс Фиргус, я так понимаю. Да, засунул ее себя куда нужно. И проплыл, уверенно проплыл, победил. Собственно, вот так решилась проблема. Так что, такой очень тонкий вопрос мы с тобой подняли. И, наверное, каждый должен решать эти вопросы по-своему. Хорошо, это вряд ли удовлетворит наших зрителей. Да. Предложи метод, который подходит большому силу. Да нет такого метода. В любом случае, какой-то метод, ну, подходит к значительной части людей. Например, алкогольные напитки. Да. Или поздно лечь перед туром. Или, вот, рано лечь. Посмотреть фильм. Ты, ладно, хорошо, ты предложил музыку. Ты сказал, что это часто помогает. Да, согласен. Часто помогает. Мотивирующая музыка. Нет, знаешь, даже вот этот вопрос некорректен. Я не могу сказать, что нужно слушать мотивирующую музыку. Я слушаю нирвану. Нирвана – мотивирующая музыка. Ну, она мотивирующая для тебя. Я имею в виду, что... Нет, понимаешь, некоторые... Музыка, которая тебя мотивирует. Нет, некоторые музыка мотивирует, некоторые музыка расслабляет. То есть, в этом дело. Нужно понимать, что ты хочешь добиться от того или иного действия. Так, а чего люди должны добиваться от музыки? Чтобы она их расслабила и чтобы она их мотивировала. Так, некоторые музыка расслабляет, некоторые мотивирует и так далее. Я понимаю, что модист хочет хорошо сыграть с неудовным соперником. Ну, пей, чтобы мы его... И решил, что ничего не работает, лучше попробуй послушать музыку перед партией. Наверное, поможет. Какую, которая мотивирует его в обычной жизни. А вот это его нужно спросить. То есть, вот... Хорошо, тогда тебе вопрос встречный. Вот ты обращал внимание, когда ты лучше играешь? Когда ты злой, заведенный, прям, ну... Ну, я не знаю, как объяснить. Прям вот готов, прям... А, ну, ты даже меня опередил. Я хотел сразу сказать, что... Во-первых, большое вступление. Я, скажем так, по крайней мере, полупрофессиональный шахматист. Я достаточно часто играю в опенах. Но я недостаточно часто играю в круговиках. Это означает, что у меня в целом не так много соперников, с которыми я сыграл бы очень много партий. И которые были бы при этом примерно равны. Но при всем этом я могу сказать, что у меня нет неудобных соперников. Нет, у тебя есть неудобный соперник. Нет, у меня нет ни одного неудобного соперника. Я тебе назову его после ролика. Назови сейчас. Нет, твою основную проблему я тебе после ролика назову. Зачем сейчас раскрывать все тайны наши? Назови не моего неудобного соперника. Я имею в виду в классику. А нет, в классику я не назову. Так, ну, давай к той теме перейдем. Нет, ну, а я говорю про классику, потому что это единственный серьезный вид шахмата. Как ты играешь лучше? Есть, правда, я являюсь неудобным соперником для пары человек. Бори Савчику в классику. Ну, в первую очередь, конечно, для Бориса, да. Ты не знаешь, с чем это связано, и, может быть, ты мог бы помочь Борису, кстати. Скажи мне. Я играю лучше, когда я спокоен. То есть тебе нужна там... Мне не слишком удаются партии, в которых себя накручиваю, то есть, когда договорились, что мне надо обязательно выиграть. И если бы у меня был бы неудобный соперник, вдруг появился бы, то я бы почел бы подходить к нему, как к любому сопернику, более того, скорее, как к сопернику, который немного слабее меня, а не сильнее. Для меня работает вот этот подход. То есть, ну, тебя нужно успокоить. Полная умиротворенность, медитация, йога. Огромных психологических проблем у меня нет. Но если бы они были, то я начал бы с этого конца. То есть, йога для тебя послужила бы хорошим. Я не занимаюсь йогой, но если бы приспичат, то это для меня будет более... Я так думаю, более действенный метод, чем обратный, скажем так. То есть, я лучше успокоюсь перед партией, чем побью стенку. Потому что побить стенку я могу после партии. Такое бывает периодически. Ну, логично. Так что... Ну, вообще, что-то бывает для всех по-разному. Ну, раз ты спросил, я ответил. Ну, вот из твоей личной жизни пример, наверное, который... Ну, который может ответить на вот этот вопрос. Скажем, в... Наверное... Лет, наверное, мне было 10. И вот занимался я футболом. У нас... Ну, набор, наверное, мальчишек был. На тот момент их было очень много, наверное. Но я думаю, порядка 60-70 человек нас приходило на тренировки. И я вот на тот момент я играл правого полузащитника. Ну, там был не футбол, на самом деле. Просто мяч в финале. Но это не важно. Дело в том, что у нас в команде было 3 вратаря. И просто я не понимал, почему одному из них я не мог забить. На самом деле. Я просто не понимал. Вот честно. Это вот то же самое, как мы с тобой играем, там, в снукер, например. В интернет. Вот то же самое, абсолютно. Я не понимал, почему. Давай не будем зацикливаться. Я реально не понимал, почему. И знаешь, как решилась проблема? После очередного удара я ударил, я даже не посмотрел. Я понял, что я уже ударил плохо. Я посмотрел, куда летел... Ну, смотрел, куда летел мяч. Я понял, что это безнадежно. Отвернулся, психанул, высказался прям матом в 10 лет. Почему? Там, ладно, оставим за кадром. Ненормативные... Много ненормативной лектики. Я не могу забить. И, короче, меня... И в этот момент ко мне подлетают 6 человек и говорят, ты забил. И я просто не видел этого момента. Как вообще все произошло? Ну, естественно, никого повтора мне никто не показал, но... Кстати, после вот этого случая проблем не было. Ну, да, то есть вратарь ошибся, и твои заслуги в этом не было, но после того, как ты уже забил, даже такой вот хорявый гол, в который ты ударил ужасный, в целом, любой вратарь, включая этот легко, или этого не ходил, стал бить ему нормально. Да, да, абсолютно. Потому что Хикаро нужно ждать ошибки. А, то есть Хикаро... Да, это... Это хорошая точка зрения. Я тоже так думаю. Хикаро надо дождаться... Ну, просто... Хикаро не надо перекручивать себя, на мой взгляд, играть какие-то чрезмерно острые варианты, или идти в лоб на победу. Хикаро надо играть нормально, даже, может быть, чуть-чуть пассивно, получать чуть-чуть худшие эндшпиля, которые в целом подходят Карлсу, но рано или поздно... Либо Карлсон выпустит очень серьезный перерез, и будет ничья, которая сильно ударит по Карлсу, но сильно поможет Хикаро, на мой взгляд. Даже если будет ничья, в которой не Хикаро выпустит, как обычно, а наоборот. Ну, или Карлсон вообще грубо зернет и проиграет. И вот после этого... После этого... Эти швалисты будут играть на равных. Ну, или Карлсон будет играть настолько лучше, насколько ему положено с его лишними 50 пунктами рейтинга. Но... И второй момент. Если предположить, что Накамура выйдет на матч с Карлсу, после вот текущего турнира претендентов, ставьте на Накамуру. Не потому, что Накамура фаворит в матче, а потому, что коэффициент будет шикарный. Да. Который не будет соответствовать истине. Я вам напомню примеры из прошлого. Ну, самый яркий пример это Фишер Спаски. Перед началом матча Фишер Спаски Спаски ввел в личных встречах 3-0. Причем там было не так много ничьих. То есть Спаски... В том числе Спаски выиграл знаменитую партию Фишера в королевском гамбите белом. Которая была очень мощным ударом по Фишеру. Начался матч. Ну и оказалось, что это даже не равный шахматист, а просто Фишер сильнее шахматист. И даже несмотря на то, что он проиграл первую партию и не пришел на вторую, и счет в 1-2 стал 5-0, соответственно, в личных встречах. В третьей партии ему повезло. Спаски грубо ошибся. И все пошло совершенно в другую сторону. Если вы хотите посмотреть... Если вы хотите посмотреть историю этого матча, посмотрите фильм «Жертвы пешкой». А вообще, если вы... Да, да. Фильм, конечно, не очень. Но, собственно, именно эта история рассказывается конкретно в этом фильме. Так что, если вы шахматный фанатик, не стоит пропускать, хоть шахмат там в этом фильме вообще никаких нет. Так, ну и последний вопрос, который мы забыли обсудить. Ну что, мы не обсудили много вопросов. Я многое что-то спрошу еще. Хорошо. Меня интересует вот такой вопрос. Как решать проблему, какую-то конкретную, ну то есть связанную с психологией, если ты не знаешь, в чем она состоит? То есть вот есть проблема у Хикаро, и он не понимает, почему он проиграл. А как ее решать? Вот, вот это самое важное, ну, самое интересное проблему в психологии. Вот как ты думаешь, как? Я не знаю. Интересно. Есть идея. Надо подумать. То есть... Понимаешь, вот вопрос... Человека не идет, не получается, а он пытается, пожалуйста, во все равно не получаю. Причем, причем он понимал, причем он понимает, что... Причем он понимает, что он конкретно, может быть, даже не хуже играет, но у него просто не получается. То есть он может быть даже уже, ну, готов подсознательно победить, но у него просто не получается. Вот такой вот интересный момент. А что делать? Ну... Опять же, как вариант, поскольку они играют много супер-турниров, и в целом, ну, Хикаро мог бы пожертвовать, скажем так, одной партии с Магнусом очередной, и пойти на позицию, которая Магнусу подходит. То есть выбрать хороший дебют для Магнуса, получить позицию, Эншпиль чуть лучше для Магнуса, мучиться в этой партии, и в итоге сделать ничью. То есть доказать самому себе, что ты можешь. Даже в наиболее лучших условиях для Магнуса все равно ничья делается. И после этого будет легче двигать. Это называется на морально-волевых, да? То есть камбэк, грубо говоря. Тебе виднее. Ну, то есть вы... Я экономист, я тебе позволю. Выграсти на морально-волевых свои полочка, так? Да, хотя бы ничью сделать, но не так, как обычно, где Камора получает нормальную позицию, скручивается или получает выигранную позицию, скручивается или получает выигранную позицию, делает ничью. А вот именно, когда все в пользу Магнуса, и Магнус все равно не выигрывает. Ну да, я тебя понял. То есть ты считаешь, что это ударит по психологии конкретно Магнуса, а не по психологии Камора? Может, психология Накамуры. Накамуры. Накамуры, что он может... Да. Даже в неудобных условиях делать ничью. Значит, это будет первый шаг к тому, чтобы выиграть наконец-то. Хорошо, а ты не думаешь, что, например, Магнус стимулирует Хикарова расти? Я думаю, что Хикарова без Магнуса достаточно. Нет, стоп, 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 стоп. Вот я считаю, что Магнус стимулирует Хикарова расти как шахматист. И даже не в пунктах дела. У человека появляется цель. Это как минимум. А когда у человека появляется цель, это очень-очень-очень большой плюс. То есть ты сам понимаешь, что может человек, когда у него есть конкретик. Ну, может, это мотивирует Хикарова, но у его конкурентов есть совершенно другие, может быть, в чем-то похожие, источники для мотивации. Это не делает ему никаких, по сути, не дает ему никаких вестов по сравнению с другими, с его конкурентами прямыми. У кого-то это Магнус, у кого-то это другой семисутник или восьмисутник. Тема у нас очень обширная. По этому поводу можно общаться не один час, а ролик уже идет 32 минуты. Ну и давай, наверное, подводить какие-то итоги. Ты хотел что-то... Да, я хотел сказать, что это можно попытаться превратить в рубрику, но это можно попытаться превратить в рубрику, только если люди, которые активно играют в шахматы, причем желательно играть не только в интернете, а все-таки играют и в полусерьезные шахматы в том числе. Они писали в комментариях, собственно, какие у них психологические проблемы или у их знакомых психологические проблемы, ну или просто что им на эту тему им было бы интересно послушать. И мы, наверное, будем более серьезно готовиться, если эта рубрика продолжится, потому что сегодня как-то получилось спонтанно. Я не... Да, я не уверен, что многие прониклись в полной мере, но с другой стороны, все-таки идея перспективная. И да, если у вас есть вот вопросы, связанные, например, с психологией шахмат, задавайте их в комментариях. Даже если шахмат, а спорта просто, наверное. Ну, все-таки, шахмат на любви, по большинству это интересно психология шахмата, а не спорта. Да, и даже если вдруг психология спорта, то тоже задавайте такие вопросы. Да, и последнее, что хотелось бы сказать. Даже если у вас возникла такая проблема, и не можете вы кого-то обыграть, в первую очередь нужно задуматься о том, что о том, что ваш соперник вас должен стимулировать в победу. И вы от этого растете как личность, как спортивная личность, там, шахматная, футбольная, неважно. Самое главное, не стоит забывать этого. Ну, и на этом, наверное, всем спасибо за внимание. Будем прощаться. 34 минуты, я думаю, никто не выдержит такого ада. Да, все, всем спасибо за внимание. Всем спасибо.